Переговоров с Россией не будет. Владимир Зеленский заявил об этом перед началом форума интернет-предпринимателей iForum, хотя накануне президент Украины предложил провести по этому вопросу референдум. Владимир Зеленский исключил возможность переговоров с Россией. На вопрос журналистов, будут ли такие переговоры, президент Украины ответил нет. Вопрос прозвучал перед началом выступления Зеленского на форуме интернет-предпринимателей iForum. Буквально накануне глава администрации украинского президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский предложил провести референдум по вопросу переговоров с Россией. В марте, еще будучи кандидатом в президенты, Зеленский говорил, цитата, мы не сможем избежать переговоров между Украиной и Россией. Высказывался он на сей счет и после. В интервью журналисту Дмитрию Гордону. Дата публикации 19 марта. Ты представляешь себе переговоры в формате Путин-Зеленский? С русскими? Я не думаю, что он только один. Я думаю, что группа наших людей из Украины должна встречаться с группой людей из Кремля. Как бы вы сели поговорить? Да надо говорить все очень просто. Что вы хотите? Вот ваши пункты. Потом бы я взял эти пункты. Честно говоря, мир-то надо на наши условия. Потом сказал, смотрите, а вот наши пункты. Где-то посередине бы сошлись. В интервью каналу Украина после выхода во второй тур выборов. Нужно реформировать Минский формат. Война с Россией. Поэтому нужно говорить с Россией. Однозначно говорить. Должны быть переговоры и формат разговоров с Россией, дипломатический формат в присутствии западных представителей. В кулуарах Айфорума. 23 мая. Володимир Александрович, будут переговоры с Россией? Нет. Во время своей инаугурационной речи Зеленский заявлял, что ради прекращения огня в Донбассе он готов вообще на все. Действительно, очень крутой у вас форум. Я, честно говоря, впервые здесь. Привет, Саша. Всем привет. Спасибо. Очень приятно, что меня пригласили. Конечно, до меня уже выступил Мишка. Спасибо тебе большое. Съел наш хлеб общий. Ты все рассказал. Но, вы знаете, во-первых, хочу сказать, что вы действительно айфорум. У всех качественные мобилки. Да, это самые дорогие фотоаппараты, как я говорю. Айфорум. Нашей стране в смартфоне. И чтобы мы были первыми в мире, минуя вот этот этап, о котором я говорил. Этап, который вот сегодня в мире, который нам действительно сложно догнать. Я откровенно вам еще раз хочу сказать, я действительно с этим никогда сам не справлюсь. Но это можем сделать мы. И правда, если, ребят, если у кого-то есть какие-то идеи, я не единожды сказал сегодня, что выступал Миша Федоров. У вас есть идеи, у вас есть предложения. Миш, может мне сказать вслух твой номер телефона, чтобы ты получил удовольствие? Да, скажи, пожалуйста, каким образом людям связываться какие-то инициативы законодательные, инновационные, различные. Миша Федоров, давай. Еще раз, смотрите. Классно, у тебя микрофон. Да, хороший. Как по-два. Смотрите. Может мне в щечку поговорить? Окей. За это время, когда вот произошло, в сторону возобновляемой энергетики, отсутствие банковской инфраструктуры, реально то, что у нас происходит, можно идти к цифровому банкингу. Отсутствие транспортной, увы, логистики, надо идти к дронам. Что нам мешает? Действительно, такое ощущение, люди, которые нам мешают, их надо назвать что? Такое ощущение, что у нас иммунитет к будущему. А на самом деле это неправда. Мы прекрасно понимаем, что мы движемся. Я столько вижу живых людей. Я уверен, что вы творите каждый день великие вещи. И поэтому вы творите эти вещи, но наши чиновники, политики абсолютно этим не пользуются. Я не хочу на них наговаривать. Неважно, вы и так все знаете про них. Но, представьте себе, что такое инновация вообще вот в этой узкопрофильной политической факинг-отрасли? Что такое инновация? Как силовик может шантажировать вас выемкой, к примеру, документов, если эти документы цифровые? Как какой-нибудь, знаете, очередной рейдер может взять и поменять собственника в реестре, неважно какой там властности, если этот реестр на блокчейне? Это невозможно. Вы знаете, больше всего, как это сделать? Мне нравится подход Apple, когда ребят собирают лучших сотрудников, собирают там, неважно в какой комнате, это вообще к этому делу не имеет никакого значения. В специальной комнате собираются лучшие сотрудники, у них иммунитет. Они заботятся, чтобы в зародыши не умерла ни одна гениальная идея. И они, понимаете, способны зацепить, увидеть, распознать эту идею и развить, потому что их ничего не интересует. Их главная задача на повестке дня, какую отрасль Apple может разорвать технологически, инновационно сегодня. Мне очень нравится. Я бы очень хотел, чтобы мы с вами могли это создать вместе. Потому что на самом деле вызовов очень много. Я вам несколько скажу тезисов. Реально, мы хотим низких тарифов, надо меньше бла-бла-бла об этом. Нам надо тянуться к инновациям возобновляемой энергетики. Мы хотим реальный, чистый, я имею в виду эко-чистый транспорт и доступный. Нам надо прежде всего расширять инфраструктуру, вообще сделать инфраструктуру для электромобилей и беспилотников. Мы хотим хорошего будущего нашим детям. Это просто красноречивость и все, это пустые слова. Мы говорим об образовании. Это ключевой фундамент. Надо применять инновации, естественно, в отрасли образования. Вы сами знаете, что без инноваций нет конкуренции, без конкуренции нет рабочих мест, нет производства, нет налогов, нет вот этого всего, простите меня, опять же повторюсь, нет вот этого всего, бла-бла-бла. Но на это бла-бла-бла основные вещи, на которых потом действительно стоит государство, в котором вам, я бы очень хотел, чтобы вам хотелось жить. И никуда не уезжать. И я брат вам говорю, это самая главная причина, почему я здесь. Так что вы себе поаплодируйте, вы умные люди. Что касается диджитализации этого слова сложного, это не просто сложное слово, мы сейчас не про лексическое значение этого слова. Это еще важные цифры, обратите внимание сейчас на экран. То есть реальное использование цифры в 20 раз, как вы видите, дешевле телефона и в 50 раз дешевле общения с чиновником. Это статистика, да, британского правительства. Дальше, есть отчет ООН, тоже интересная статистика, о развитии электронного правительства за 2018 год. И мы с вами чутко сможем увидеть, к чему стремиться. Мы сегодня, как бы брескорно это ни звучало, но мы сегодня проигрываем Казахстану, Белоруссии, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессорам. Дальше. По индексу человеческого капитала мы проигрываем только РФ, Белоруссии и Эстонии. То есть вообще дело не в людях. Реально мы должны признать, что дело в системе. И можете, правда, считать меня наивным мечтателем, но мы хотим действительно сделать страну в смартфоне. Правительство в смартфоне. Ребят, пора это сделать. Без вас не справиться, но пора это сделать. И внедрение четырех уровней. Информация о государстве. Первый уровень. Коммуникация с государством. Это второй уровень. Транзакции с государством. Третий уровень. Вовлечение в управление государством. Это, правда, очень важный этап. Это четвертый уровень. Как бы было бы круто, когда ты едешь на работу и ты не только получаешь новости, не только видишь, какая там сегодня погода, а ты реально контролируешь, какие законопроекты.